Мы очень ждали эту делегацию, потому что это один из наших фаворитов, и это Израиль. Ребята, каждый представьтесь и поприветствуйте тех, кто вас поддерживает в России. Я Талий Сорокин, мне 10 лет, и я из Израиля. Я Адель Коршев. Меня зовут Даник, и я вас очень благодарю, что вы нас любите и поддерживаете. Меня зовут Ди Би, и меня зовут Либи Пенкер. Ребята, коротко расскажите, как получилось так, что вас собрали в одну группу? У нас есть учителя для Пенкера. Я не знаю, кому, но я думаю, что у всех здесь есть. И они всех собрали на аудишн. На прослушивание. Да, на прослушивание. И так получилось, что нас вот шесть детей так вот собрали. Я сначала, меня не получили. Со мной получилась такая ситуация, что меня послали домой, а потом опять меня... Была ошибка. Да, была ошибка. Меня позвали потом. Все прекрасно, все прекрасно, ты зря волнуешься. Все замечательно. Мы все поняли. Главное, что мы все поняли. Не волнуйся. Даниэль. Меня не моя учительница погарантировала. Я выступаю очень много в Израиле, и меня узнали, и пригласили участвовать в прослушивании. Если я пройду, я буду в этом. Я вначале вообще, я совсем не думал, что это будет Евровидение. Я думала, что это будет обычное какое-то соревнование. Но меня получили. Скажите, пожалуйста, до того, как вы попали в этот коллектив, следили вы за детским или, может быть, за взрослым Евровидением? Я следил за взрослым. Я тоже следила за взрослым, но тоже немножко для детей. А когда следили за взрослым, какие годы смотрели? Я... Даниэль, ты говорила, что ты следила за взрослым. Ответь. Да, в прошлом году, я смотрел на Евровидение больших. Я очень... Я не помню, я в... Я не помню, что это было. Но я люблю песню «Ашеке Чаниша» всей моей мамы. Если вернуться к Евровидению, у вас, в принципе, достаточно такое вот классическое для Израиля выступление, потому что оно освежает в памяти выступления еще 80-х, 90-х годов. А вот такие вот настолько старые песни вы помните какие-нибудь? Старые... Я помню, израильские старые. Была у... Вы, наверное, не знаете этого певца, Изер Коэн. Была у него песня «Оле-Оле». Но вообще в Евровидении я очень любила Александр Рыбак в 2009-м году. Я помню, что это песня «Шир-у-шир». Да. А смогли бы спеть хотя бы небольшой фрагмент? Какой шир-у-шир? Шир-у-ширу. Дегалон нехара. Ахар-ширу, ком-ах-лам-ахар. Шир-а-ширу, вигагли-яку-эш, и машир-у, кул-маш-эш. А, хорошо. Попробуй в смысл-призе «Але-Оле» тогда. Оле-Оле, на шир бе-яхат, кше асимха ба-алев, торахат. Оле-Оле, на шир бе-яхат, гадол векатан, кмокешет бе-адан. И, пожалуй, последний вопрос, потому что я вижу, что вы уже достаточно устали, но он будет таким немножко сложным и творческим. Представим себе, я очень хочу, чтобы вы вашим подругам по коллективу также это перевели. Представим себе, что вас перед конкурсом на Евровидении в качестве обязательного условия отправляют на необитаемый остров. Вам с собой для выживания разрешается взять каждого только по три предмета. И какие это будут предметы? Ну, сейчас я переведу им. В этом году мы говорим о том, что мы идем к ИБО, и получаем только трех дворей. Эти трех дворей вы можете сделать. Эм... Это не нравится, это может быть... Это может быть... Водер... Эм... Майк... Эм... Эм... Давай, Даниль, тогда отдувайся за всех. Я бы взял, конечно, воду. Да, да. Потом я бы, конечно, взял мою семью, что я очень люблю. И все, что связано к музыке, потому что я очень люблю музыку. Спасибо, Даниль, большое. Ребят, большое вам спасибо. Я хочу, чтобы вы сейчас перевели то, что я скажу. Всем остальным, те, кто просто не понимает. Мы вам очень желаем удачи в финале. Потому что, когда мы узнали о том, что Израиль будет участвовать, честно, мы как раз ожидали что-то вот такое, что вы в итоге и представили, вот именно вот такую песню. Поэтому мы, честно, очень хотим, чтобы вы выиграли. Спасибо. Вам огромное спасибо. Удачи в финале и не волнуйтесь на сцене. Мы за вас волнуемся, очень за вас болеем. Спасибо, ребята. Спасибо. 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 Спасибо.